Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. И вот о чем мы расскажем в этом выпуске. Сколько дней работал за них и получишь оплата врачей, которые контактируют с больными коронавирусом, изменилась. На заводе Михайловского района считают не убытки, а прибыль, как пандемия привела к развитию. Большой брат следит и за вами, и за ними, как и для чего на Алтае работает Центр управления регионом. Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID-19. Об этом он заявил накануне во время видеоконференции, общаясь с вице-премьером Татьяной Голиковой. Так, в ближайшие пару дней в России произведут больше 2 миллионов доз вакцины «Спутник Ви». При этом вакцинация будет добровольной и бесплатной. А пока новые жертвы. За сутки в регионе в ковидных госпиталях края умерли 14 человек. Выявлено еще 223 случаи заражения коронавирусом среди жителей края. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 546 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 138 пациентов. Сейчас красные зоны региона заполнены почти на 70%. А вот стимулирующие для медиков, работающих с коронавирусными больными, заменят на специальные социальные выплаты. Начислять их будут с 1 ноября. Подробности далее. Были стимулирующие, стали специальные социальные. Изменили не только название, но и порядок ежемесячных выплат медработникам, которые контактируют с больными коронавирусом. Теперь это не фиксированная сумма за месяц, а выплаты посменно. Как объяснили в Минздраве, в какие дни специалист работал с ковид-положительным, за такие и получат выплаты. Они полностью зависят от того объема работы, который в течение месяца отработает медицинский работник. То есть нет никаких ограничений. То есть при трудоустройстве на 1,2 ставки, то есть уже сопоставимые цифры получаются, и даже прирост начинается. Ну я говорю, что на ставку у нас практически никто не работает. Это связано с дефицитом кадров. Врачам стационаров за одну смену полагается 3880 рублей. Среднему и младшему медперсоналу стационаров 2430 и 1215 соответственно. В амбулаторных условиях врач получит 2430 рублей за нормативную смену, средний медперсонал 1215, медперсонал 600 рублей. Предусмотрены такие выплаты и для сотрудников патологоанатомических бюро. Каждая медицинская организация в отношении каждого работника осуществляет учет рабочего времени. Ну и соответственно в том числе рабочего времени, когда работник непосредственно участвовал в оказании помощи больным с ковидом. На основе такого учета медорганизация определит количество нормосмен для каждого сотрудника, а потом передаст данные в фонд социального страхования. Это 223 медорганизации края, среди которых есть и государственные, и частные. По словам представителя Алтайского профсоюза, работников здравоохранения, врачи и медперсонал восприняли изменения системы выплат неоднозначно. Разделились, вот знаете, точно 50 на 50. Половина говорит, а это правильно, это справедливо. Раньше он зашел в госпиталь на два дня в конце месяца, а 80 тысяч получил. А я работал 4 недели по 2 практически, чего скрывать, по 2,5 ставки, и я тоже получил только 80 тысяч. А сейчас я получу по факту отработанного времени. Изначально предполагалось, что специальная социальная выплата будет фиксированной для всей страны. Но после правительство для 25 регионов сумму увеличило. А, например, Алтайскому краю выплату не индексировали. Краевой профсоюз медработников в числе еще 16 региональных профсоюзов подал письмо в правительство России и теперь ждет ответа. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. На одном из предприятий Михайловского района уверены, что пандемия им не помеха. Завод по производству химических реактивов в селе Малиновое озеро с начала карантинных мер, наоборот, начал развиваться. В этом убедился Никита Ермаков. С тех пор, как пандемия захватила регионы, а курс доллара неуклонно рос, рассчитывать на свет в конце тоннеля кризисов и лишений не приходилось. Но оказалось, для отрасли химической промышленности ограничения только сыграли на руку. Количество партнеров расширяется. Давний наш партнер – ангарский завод по выпуску оксидов железа для катализаторов. Он с нами работал в советское время, будучи начальником третьего цеха. Этот вид продукции они у нас приобретали. Ну а потом, в силу всех всяких этих, они ушли на китайские продукты. Специалисты предприятия говорят, что прежде всего именно Китай поставляла российским компаниям фармпродукцию и компоненты катализаторов, химических реакций. А сейчас за этим идут в том числе в Михайловский район. Химпроизводству здесь почти 100 лет. В последние годы удача была не на стороне предприятия. Прошлой зимой даже планировалось сокращение персонала. А спустя год завод стал развиваться. Летом здесь заработал обновленный цех гранулированных удобрений. Продукция очень востребована. Цех работает в полную мощность. Причем уже перешли на полногодичное производство. Если раньше работали сезонно, сейчас работаем круглый год. Как говорят эксперты, эти удобрения лучше кристаллических. Они дольше находятся в почве и растения получают больше азота. А значит и растут быстрее. Алтайскую продукцию отправляют на Юг России, в Московскую, Ленинградскую и Астраханскую области. У нас логистика здесь съедает. Много логистика съедает. Хоть мы ищем различные подходы всегда здесь на связи, мониторим цены и все это. Но мы выходим на ту цену, которую диктует рынок. Если это брать китайский продукт, то, конечно, мы немножко уступаем в цене. Но опять же я уже вернусь к тому, что это качество. Качество. Еще раз качество. За этот год объем производственной продукции вырос на 105%. И возможно предприятие сможет закрепить свои позиции на рынке за время закрытых границ. Качественный продукт, говорят специалисты, нужен всем. А вещества Михайловского завода пользуются спросом в ракетной и оборонной промышленности. Никита Ермаков, Алексей Фризин. День с толком. Центр управления регионом, а проще ЦУР, начал свою работу. Новая структура создана по приказу президента России. Филиалы открылись одновременно во всех регионах страны. Зачем нужно новое ведомство? Кто в нем будет работать? И почему комментарии и посты в соцсетях, адресованные чиновникам, теперь нужно писать осторожнее? Узнавал Андрей Дреер. Не Центральное управление разведки, а всего лишь Центр управления регионом. Хотя программа, вокруг которой строится работа Центра, своей механикой напоминает интернет-алгоритмы правоохранителей. По ключевым словам, ищет необходимое в любом уголке любой соцсети. Только теперь цель найти не экстремистский материал, а комментарий о проблемах в крае. Надо сказать, что вообще с 2009 года, после того, как государство развернуло такой достаточно уникальный проект, как госуслуги, о которых мы уже сегодня говорили, это, на мой взгляд, такое второе крупное вхождение государства в цифровую среду, в сегменте взаимодействия с населением. Второе вхождение не такое заметное, но во всех регионах страны одновременно появились Центры, которые видят все ваши посты и комментарии о неполадках в регионе, городе, на улице или даже в доме. Вот, например, детские пособия Алтайского края, сообщества. Здесь было конкретное сообщение, что за помощь многодетным к школе. Куратор расписал на Министерство социальной защиты, и сейчас Судзащита готовит ответ. Вот у каждого ведомства и сейчас муниципалитета, они представлены в социальных сетях, то есть у них есть группы свои. И от имени этих групп они отвечают. Обработанные комментарии уходят в базу данных, которая охватывает весь край. Самое активное по обращениям за неделю в системе инцидент-менеджмент, например, это у нас город Заринск, потому что пришло 22 проблемных сообщения, там на население 46 с небольшим тысяч человек, то есть он его расцвечивает как топ-проблем. Итого два основных инструмента. ПОС, платформа обратной связи на госуслугах, там все по форме, с заполнением граф и официально. Я, кстати, старался найти этот виджет в мобильном приложении госуслуги, но так и не смог. А второй инструмент ЦУР – это инцидент-менеджмент. Алгоритм находит ваши комментарии сам, а потом отправляет специалистам. А в какие дни недели больше всего приходят? Примерно распределение одинаковое, но зависит от постов. Какие посты выходят, например, у губернатора, после этого реакция идет повышенной. В комментариях Инстаграма губернатора своеобразная приемная для обращений. ЦУР будет собирать комментарии с просьбами из Инстаграма Виктора Петровича и приносить их ему же, чтобы он понимал, чем живут люди. Ежемесячные отчеты – еще одна задача ЦУРа. Штат центра – 26 человек. Социологи, политологи, специалисты по интернет-продвижению и даже видеомонтажер. Сформирован он пока не полностью. Зарплаты, по словам руководителя Евгения Нечапуренко, будут на уровне средних в крае. И здесь же в ЦУРе работают руководители отраслевых блоков. Это люди от министерств, которые занимаются самыми, что ли, проблемными или горячими сферами. Ну, на что люди чаще всего жалуются в соцсетях. Вот здравоохранение, образование. А здесь у нас транспорт и дороги, социальная защита. И нужны эти руководители отраслевых блоков для того, чтобы координировать действия и поднимать проблемы на уровень своих министерств. Время на решение проблем или на ответ ограничено. И поскольку теперь вы знаете, что каждый ваш комментарий может быть прочитан тем, кому он адресован, стоит быть осторожней в формулировках. Как нам рассказали в ЦУРе, большой брат не любит оскорблений. Андрей Дреер, Николай Шилко. День с толком. Продолжим выпуск. Почти 2 миллиарда рублей потратят в Бийске на модернизацию системы теплоснабжения в рамках перехода на единую ценовую зону. Деньги будет вкладывать сибирская генерирующая компания. Инвестиции позволят за короткие сроки улучшить качество теплоснабжения и обновить изношенные сети. Большой вклад внесут и в экологическую составляющую. В частности, жители заречной части города избавят от большого количества сажи и копоти. Там будет проведена реконструкция малых котельных. О том, что ждет систему теплоснабжения и стоит ли жителям ждать роста тарифов, расскажут мои коллеги. Система теплоснабжения Бийска уже давно требует кардинальных перемен. Износ оборудования и тепловых сетей составляет больше 80%. И сейчас то самое время, когда нужно действовать на опережение. До конца года в Бийске подпишут консессионное соглашение и больше 20 муниципальных котельных, а также десятки километров сетей перейдут в управление сибирской генерирующей компанией. СГК планирует инвестировать в теплосетевое хозяйство 1 миллиард 800 миллионов рублей для того, чтобы заменить 34 километра тепловых сетей на 38 участках магистральных и 48 участках внутриквартальных трубопроводов. Построить 18 угольных и 2 газовых блочно-модульных котельных по современным проектам, по современным технологиям, отвечающим всем требованиям, в частности экологическим. Реконструкция и модернизация малых котельных позволит значительно сократить количество бредных выбросов. Помимо улучшения экологического аспекта, жители заречной части Бийска увидят новые суммы в квитанциях. И они уже не будут такими пугающими. Город будет жить в одной ценовой зоне, без каких-либо разделений. Эффект отнесения Бийска к зоне теплоснабжения позволит снизить тариф у части населения, которое сейчас отапливается в муниципальных котельных, на 41,4%. При этом у остального населения тариф сохранится прежний. При этом, согласно законодательству, энергетикам в период действия концессионного соглашения увеличивать тариф можно будет только на индекс предельного роста цен плюс 3%. И им не позволят повысить тариф так, как захочется, даже в случае резких скачков цен. При переходе на метод так называемой альтернативной котельной в плюсе останется и город. Это ежегодно сэкономит бюджет Бийска около 100 миллионов рублей, так как исчезнет необходимость выплачивать компенсацию потребителям малых котельных из-за разницы в стоимости тепла. Глобальная работа по модернизации системы теплоснабжения в Бийске начнется уже в следующем году. План на ближайшие 10 лет уже прописан. Евгений Плохотин, Андрей Сигаев. День с толком. Алтайские ученые собрали автопилот для сельскохозяйственной техники. Умная машина может самостоятельно по указанной программе перемещать трактор или комбайн по полю и при этом развивать точечное земледелие. Как это работает, расскажем далее. Так умная машина заменяет руки водителя. Техника будущего ведет управление на полях и не просто рулит, а практически полностью руководит агропроцессом. Человек в это время сидит в кабине, находится в кабине, но не участвует именно в рулевом управлении трактором. Он принимает участие в управлении, скажем так, прицепными орудиями, которые выполняют работу, управляют скоростью движения, переключают передачи. А непосредственно, чтобы исключить человеческий фактор при ошибках при вождении, применяется именно устройство. Оно позволяет именно минимизировать отклонение трактора от задаваемой траектории и повысить тем самым качество выполняемых хозяйственных работ. Проект начали пять лет назад. Автопилот в сельхозиндустрии не новость, но разрабатывают и используют его в основном за рубежом. Отечественный проект в Барнаульске выгоднее, особенно сейчас. Чтобы оборудовать импортной системой, допустим, МК-740 стоит порядка полтора миллиона рублей. То есть у нас стоимость в 300 тысяч рублей это входит подруливающее устройство, входит программное управление, да, ну то есть все компоненты сборья, это вот прям себестоимость полная. Но зачем фермеру тратить 300 тысяч рублей? У ученых есть ответ. Это не просто экономия человеческого труда, но и развитие точечного земледелия. Адресаты новинки, алтайские фермеры, разделились во мнении. «Может быть частично, да, может быть, может быть, да, чтобы разгрузить механизатора для водителя, может быть. Я так думаю, что должен быть, так как в автомобиле вот сел, значит, я должна чувствовать машину, если я еду за рулем. Тупнула где-то, где-то не так двигатель заработал, или бензин не залили, а он некачественный, там и так далее, я должна почувствовать». Но эксперты объясняют, на настрой фермеров повлияли проблемы года, например, сильная засуха, погубившая местами урожай. Сейчас земледельцы не готовы вкладываться в разработки, поэтому в техническом вузе готовы совершенствовать проект и искать инвесторов, чтобы каждое хозяйство могло позволить себе современный метод обработки земли. Никита Ермаков, Дмитрий Денисов. День с толком. Сплошной каток превратился в Барнаул за последнее время. Жители краевой столицы жалуются на гололедицу, причем возмущение поступает отовсюду и со спальных районов, и с центральных улиц. О небезопасных маршрутах готова рассказать Мария Микшута. «На улице сейчас настоящий каток. Люди буквально вгрызаются в дорогу, чтобы не улететь ногами вперед. Мы решили прогуляться по улицам города и узнать, где по-настоящему скользко и как барнаульцы преодолевают метры опасного пути». Мест, где стоит передвигаться аккуратнее, полно. Далеко ходить не надо. Центр города – пересечение улиц Ленина-Чкалова и катушка на Молодежной. «Пора. А то идешь, как ешь, потихонечку. Пора, пора. А в этом году еще не падали, не подсказывали?» «Падали». Вот этот участок буквально полный голоденский. Рядом третья городская поликлиника, но доходят до нее самые стойкие. Людям с недомоганиями, чаще всего пожилым, нужно буквально взять себя в руки и преодолеть ледовый барьер. «Поликлиника, здесь скользко постоянно, постоянно, каждый год». Уже вторую неделю скользко почти на всех улицах, даже в центре Барнаула. При этом время идет, но то ли техника не доезжает, то ли песок экономят. Правда, пока одни жалуются на гололед, другие на вред песко-соляной смеси. «Да нет, наверное, лучше аккуратненько ходить, чем по песку и по соли. Но уже обувь-то тоже ведь разъедается. Ну, наверное, есть какие-то современные ледяки. А соль, песок – это не прошли, нет?» Сколько песка ежедневно высыпают на улице, мы попытались узнать в администрации города. Но оперативного комментария не получили. Не просто и во дворах многоквартирных домов. Например, в районе улицы Антона Петровой второй северо-западной. Горку для детей заливать не стали, она появилась здесь сама, как только подморозила. «Да Гелина, тут скользко!» «На пора уже что-то подпринимать, что-то делать. Детей же много. Машина ходит, все накатано». «А у вас во дворе скользко?» «Конечно, сейчас везде так. Идти вообще не возможно. Это сапоги, мне нормально». Как ведут борьбу с гололедом во дворах многоквартирных домов, мы решили узнать в нескольких управляющих компаниях. Но варят, следят за тротуарами, дорожками к подъездам и гарантируют крепкое сцепление. «Дворники утром, с утра отдавливают налить у подъездов и в проезжей части и посыпают ближе к 12 соляно-песчаной смесью, чтобы она подтаивала маленько». Однако гололедица не везде. Буквально сегодня утром на некоторых дорожках появился свежий песок. Остается понять, когда остальные пути станут проходимыми и до каких пор людям нужно менять привычный маршрут на безопасный. Мария Микшута, Дмитрий Денисов, День с толком. Вот на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции, я его напомню, 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Ну а через несколько секунд до погоди спонсор прогноза компания Эвалар. До встречи.